Эрдоган обвинил Германию, Францию и Нидерланды в поддержке террористов. Ну, Эрдоган будет сейчас чудить, на всех наезжать, тем более он начал спецоперацию в Сирии, антитеррористическую операцию. То, о чем я вам говорил, то есть для него принципиально забрать Курдистан, для него принципиально выйти через этот Курдистан границам Ирана, и спровоцировать конфликт там, чтобы азербайджанскую часть Ирана забрал Азербайджан, а курдская часть упала в руки Эрдогану. Ну, и чтобы можно было союзное государство создать с Азербайджаном. Я думаю, тюркское государство такое огромное, в которое потом планируют включить и Казахстан, но я думаю Китай и иначе думает и так далее. Ну, это мысли Эрдогана. Это мысли Эрдогана, и он сейчас будет их реализовывать, вот в этом году. То есть в Иране сейчас будут проблемы, помните, они уже начались. Я вам сказал, будут очень серьезные проблемы в Иране. Сейчас видите, что там происходит, там восстание происходит. Я вам сказал, что все предсказания сбылись уже до 9 мая. И про Иран тогда не сбылось. Все, теперь про Иран сбылось. Все, в Иране там, жопа с ручкой. Я думаю, Курды Эрдогану не дадут. Дело в том, что Курдов-то отовсюду посылают подальше. Эрдоган, в общем, добился главного. Он добился отсутствия поддержки Курдов. А в современных условиях, при современной технике автоматика много не навоюешь. С Турцией, Украиной, Россией и ООН договорились о дорожной карте для обеспечения вывоза зерна из портов Украины. То есть Турция, конечно, в первую голову. Почему? Потому, что Турция главная страна по поставке муки. Турция не производит грамма пшеницы, но поставляет пшеничную и ржаную муку. А грамма этих злаков не производит. Все брали в России, все брали в Украине. Ну и сейчас тоже Турция. Вот мы порешили. Можно. Теперь можно вывозить Эрдогану. Вообще, сейчас это золотой век Эрдогана. Он очень здорово простроился везде. Между струй прошел. Еще Эрдоган на своем сайте, я иногда почитываю, написал. На 75-летние наши дипломатические отношения. Что-то плохой период мы принимали у себя. Моего любимого брата Шихбаза Шарифа. Премьер-министра Исламской Республики. Пакистан и прочее, прочее, прочее. Да, они там в засос целовались, обнимались с любимым братом, премьер-министром Исламской Республики Пакистан. И почему вдруг такая любовь? Ну понятно, что турки, мусульмане, суннит, хотя у них про это Эрдоган они и не помнили об этом. У них была светская республика. Но теперь, видите, республики не будет, теперь просто чурки, чурке, извиняюсь, чурке. А республики не будет. Но в названии я имею в виду, так-то я не знаю. А почему Пакистан? Ну потому что у Пакистана есть одна маленькая особенность, вернее этих маленьких особенностей несколько. Там 220 миллионов человек, можете себе представить, 220 миллионов человек. Там 900 километров границы с Ираном, да? А вот Иран очень Эрдогана интересует. Очень сильно интересует Эрдогана. Особенно сильно Эрдогана интересует возможность Азербайджанам получения территорий Южного Азербайджана, где проживает 16 миллионов азербайджанцев, где огромные территории, да, 100 тысяч квадратных километров, ну как Саратовская область, да, и так далее. И еще дополнительно, конечно, Курдистан, который тоже в Иране. И вот это очень важно для того, чтобы иметь возможность нажать на Иран очень серьезно, очень серьезно. Я думаю, Эрдоган это готовит. Ему нужен Пакистан. Пакистан, он у него есть. Афганистан, он у него есть. Потому что Афганистан границы, талибы, как видели, они уже разведку боем делали, громили пограничные посты Ирана. И очень хорошо у них получалось, да. Туркменистан, Туркмения. Будет ли она участвовать, я не знаю, но гипотетически может. На стороне Эрдогана, конечно, не на стороне Ирана. Конечно, важно мнение Израиля. Я думаю, тут бессмысленно рассуждать о том, какое будет мнение у Израиля, если Эрдоган скажет, давайте с вами Иран. Шмальнем, да? Ну и странно это мнение. Ну, я думаю, открыто он не будет говорить там, пойду к какому-нибудь, давай нападем на Иран. Нет, ну скажут, вон, видишь, там что творится. Сейчас там идут массовые беспорядки, я думаю, они продолжатся в иранском Азербайджане. И скажут, ну там, видишь, вон оно что, там нельзя уже мимо пройти. А потом будет конфликт с Пакистаном на границе, пограничной, очень серьезной. А Пакистан владеет ядерным оружием, ну и так далее. То есть, я думаю, что Эрдоган разыгрывает именно эту карту, и у него это очень хорошо получается, очень хорошо. Вообще, он попал в струю, в бешеную струю. Возможность объединения с Азербайджаном, возможность объединения с другими тюркскими народами, да, в том числе с Туркменией, в том числе с Казахстаном. Ну, конечно, Китай будет против этого, я думаю. Но на какие-то уступки Эрдогану Китай пойдет. Так что вы это увидите еще прям в ближайшее время. Вы увидите это в ближайшее время и скажете, бля, сейчас что никто не пишет про бред-то, бля. А потом скажете, это же было очевидно. Спецслужбы в Турции провели продуктивный раз переговоров с коллегами из МОСАДа, все тип-топ. Так и никакой МОСАД не нужен. Тут можно даже не договариваться, понимаете? То есть, Эрдоган, в принципе, понимает, что Израиль – это его естественный союзник. Естественный союзник против Сирии с Баширом Асадом. Естественный союзник против Ирана. Он что, он же не дурак, да, Эрдоган? Он для этого все и делает. И таким образом конструирует. Он не очень умный. Ну, то есть, та конструкция, которую я нарисовал, ее и дебил нарисует, эту конструкцию. Просто нужно быть решительным человеком. Он решительный человек. Иран туркам не уступит. Ну, а как он туркам не уступит, если там у них живет 16 миллионов азербайджанцев? И что он с ними будет делать с этими азербайджанцами? Убивать? Если они вдруг восстанут. Я не знаю, восстанут они или нет, в зависимости от того, какая будет работа проводиться. И какой сейчас будет обстановка в мире. Если сейчас в Иране начнется голод, а в Азербайджане их будут кормить, блядь, булкой белой, я думаю, они очень быстро восстанут. А есть кто с Казахстаном, вы хотите быть с Турцией? Алеш, да ты что? Я думаю, что там все скажут, да, если была такая возможность. Ну, где Турция, где Казахстан-то, а? Начнем вот с этого. Если такое тюрское государство будет создано, да, то есть Турция, Азербайджан и через Каспий Казахстан, то я думаю, что многие скажут, да, с удовольствием. Я говорю, главная тут проблема это Китай. Китаю это совсем не нужно. Китай считает Казахстан, Туркмению и все остальные прилегающие территории своими. Он их давно уже своими считает, поэтому, и Киргизию в том числе, поэтому он, я думаю, упрется, и Эрдоган еще зубы обломает на этом. Вячеслав, здравствуйте, Эрдоган, это тиран, сумасброд, уничтожен светской государств Турции, неужели Израиль не понимает, что он на раздербанивании Ирана не остановится? А почему вы считаете, что у Израиля другие цели? Нет, разделяя их в ласку, это главное условие. Поэтому Эрдоган каким бы сумасбродом не был, но ему фартит и фартит, очень здорово, видите, у него какой там переворот был, за ним летел в 16, и пилот побоялся его сбивать. Почему, я не знаю, что нужно было на гашетку, что ли, нажать, вообще никаких проблем. Но пилот его не сбил. То есть, видите, как-то боженька его любит в какой-то причине. Значит, он еще не сыграл главную свою роль.